предлагаю сегодня обсудить такую интересную тему это последствия дорожно-транспортного происшествия первая ситуация когда случилось дорожно-транспортное происшествие но вы не виноваты вы правила не нарушали не ваша вина ну смотрите начнем с того что попасть дорожно-транспортное происшествие может абсолютно каждый водитель абсолютно каждый и неважно какой стаж вождения какой опыт насколько человек знает правила дорожного движения насколько классно его научили с какого раза он сдал экзамены неважно есть такое дорожно-транспортное происшествие когда въезжают в заднюю часть и как бы ты классно не знал правила управлял транспортным средством но от этого не застрахован ни один водитель поэтому вот эти последствия дтп психологически я имею ввиду да вот этот страх это неприятные ощущения они останутся с вами навсегда потому что человеку свойственно запоминать как хорошие события навсегда так и плохие события ну например хорошие это какие к примеру там рождение ребенка или какое-то эмоциональное событие которое произошло в жизни приятное очень оно остается с нами навсегда так вот и плохие события которые действительно пошатнули нас они тоже останутся в памяти навсегда но насколько сильно они там останутся самое главное какие последствия будут от этих событий вот случилось дтп ваши вины в этом дтп нет но остался страх остался вот этот осадок во первых это нужно принять как опыт любое дорожно-транспортное происшествие это все-таки опыт который нам нужно будет пережить затем быстрее пережить эмоциональную привязанность к дтп это нужно починить автомобиль как только вы автомобиль после дтп починили восстановили то вы знаете это будет такое ощущение что как будто бы это было в прошлом вы перелеснули эту страничку и начинаете в вождение с новой позиции это было но это уже как бы не гнетет воспоминания есть но мы уже от них не плачем сердце не ёкает и ах мы уже не ловим у меня было в жизни несколько дорожно-транспортных происшествий два из которых это мне въезжали в заднюю часть причем не от резкого торможения как многие могут подумать ты резко затормозил и тебе въехали нет это было все на светофоре я уже стояла автомобиль зазевался и въехал мне что в первый что во второй раз вот и вы знаете первое время было такое ощущение когда ты тормозишь у тебя внутри вот как-то все сжимается ты думаешь ну все сейчас как он бахнет опять тебе потому что первый раз было касание очень легкое мы даже не стали вызывать гаишников а второй раз не пролетела конкретно что я даже ударилась вот так вот обрули вот и вот этот страх знаете когда именно тормози что вот 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 сейчас произойдет и удар оно было но постепенно из памяти это все уходило и в принципе сейчас об этом уже и не вспоминаю что просто да был такой факт да я это пережила да были эти ощущения но как бы сейчас при торможении я этот момент не вспоминаю поэтому каждое событие что хорошее что и плохое нужно обязательно дать время пережить дать нашей памяти просто этот момент пережить вот поэтому из советов я всегда говорю о том что чем быстрее вы почините свой автомобиль если такая возможность есть тем легче и быстрее забудете ну и что касается опыта сделать выводы иногда дорожно-транспортное происшествие происходит не с целью нас чему-то научить а с целью нас задержать знаете верите ли вы в знаки вселенной в ангелов-хранителей знаки судьбы но бывает такое что говорят вот если бы я не попал в эту аварию и продолжил был движение то тогда случилось бы что-то еще более плохое например там опоздал из-за этого на самолет или там не пришел на какую-то встречу да потом и говоришь слава богу слава богу что так случилось что я задержался не пришел потому что такие-то такие-то последствия поэтому я считаю что к таким моментам тоже нужно прислушиваться